Всем привет! Этот урок посвящен пикирующему бомбардировщику Пе-2. Пикирующий бомбардировщик Пе-2 стал одним из самых легендарных самолетов Великой Отечественной войны и носил прозвище Пешка. Это был самый массово выпускавшийся бомбардировщик ПВС Красной Армии периода Второй мировой войны. 22 июня 1941 года было выпущено 490, а всего за время войны 11430 машин различных модификаций. Конструктором этого весьма удачного самолета был Владимир Михайлович Петляков. Изначально ему с группой КБ-100 была поставлена задача создать высотный истребитель Ви-100, который совершил первый полет 22 декабря 1939 года. Самолет получился новаторским и отвечал самым высоким требованиям, однако в серию так и не пошел. На его базе Петлякову было поручено разработать пикирующий бомбардировщик ПБ-100 с экипажем из трех человек, пилотом, штурманом и стрелком-радистом. Уже 1 мая 1940 года прототип принял участие в воздушном параде над Красной площадью в Москве. 18 ноября 1940 года совершил первый полет серийный самолет. К сожалению, Владимир Михайлович Петляков трагически погиб в катастрофе 12 января 1942 года. В игре у нас две модификации пешки 35 и 87 серии. На 35 серии стоит двигатель М105РА, а на 87 М105РФ. Эти двигатели соответствуют двигателям М105ПА и ПФ, только доработанный под бомбардировщик. Двигатели оборудованы двухступенчатыми нагнетателями и имеют почти одинаковую высоту переключения ступени нагнетателя. 35 серия – 2700 метров, 87 – 2300 метров. Высотные корректоры топливо-воздушной смеси имеют ручное управление. С увеличением высоты полета более 3-4 километров необходимо объединять смесь для оптимальной работы моторов. Об этом говорят разработчики, но на самом деле ничего регулировать не нужно, потому что на данный момент ни на одном самолете не реализована работа высотного корректора. Возможно, в будущем это появится. Также ручное объединение смеси позволяет снизить расход топлива на маршруте. Регуляторы постоянных оборотов винтов поддерживают заданные обороты мотора в соответствии с положением рычагов управления винтами за счет автоматического изменения шага винтов. Регуляторы имеют электрический привод, поэтому время изменения оборотов винтов от минимального до максимальных оборотов может достигать 45 секунд. Также хочу обратить ваше внимание, что на пешке 35 серии обороты винта регулируются в противоположную сторону, хотя визуально штурвал и рычаг двигаются правильно на малый и большой шаг. Если на 87 серии мы нажимаем кнопку или крутим ось на большой шаг в одну сторону, то на 35 серии то же самое действие будет приводить к изменению шага на малый. На пешках нет режимов двигателя, просто даем максимальную тягу и летаем без ограничения по времени. На обоих модификациях вода и масло радиатора имеют ручное управление створками, но также есть отличия. На 35 серии мы можем регулировать воды и масло радиаторы, а на 87 серии только водорадиаторы. Полностью открытые радиаторы на обоих модификациях уменьшают скорость примерно на 22 км в час. Привод посадочных щитков электрогидравлический. Щитки можно выпустить на любой угол до 50 градусов. При полном выпуске посадочных щитков сваливание самолета происходит на углах атаки меньше, чем посадочный угол самолета. Поэтому на посадке запрещается выпускать щитки более чем на 70%. Об этом я вам еще напомню чуть позже, когда будем разбирать взлет-посадку. Самолет оснащен триммерами во всех трех каналах управления, а также имеет автоматический управляемый стабилизатор, угол установки которого зависит от угла выпуска посадочных щитков. Конструкция фонаря кабины предусматривает систему аварийного сброса фонаря для покидания экипажем самолета в полете. Самолет оснащен топливомером. На 35 серии их три, а на 87 серии один общий. Три топливомера на 35 серии расположены в правой нижней части панели. Их расположение соответствует расположению бака в самолете. Левый топливомер левое крыло, правый правое и нижний центральный бак в фюзеляже. На бомбардировщиках П-2 ранних серий устанавливали по 11 бензобаков, но с 64 серии горючее располагалось в 9 бензобаках, одном фюзеляжном и 8 крылевых баках. Все они были протектированы не вулканизированной резиной, затягивавшей пробоину при простреле. Для уменьшения пожароопасности и повышения живучести самолета при простреле бензобаков, последние заполнялись инертным газом. Первое время пользовались сжатым азотом из баллонов, а затем перешли на заполнение охлажденными и очищенными выхлопными газами от моторов. Вооружение самолета состоит из пулемета УБ калибра 12,7 мм, который имеет скорострельность с 1000 выстрелов в минуту и 150 патронов, и одного пулемета ШКАС калибра 7,62, 1800 выстрелов в минуту с 450 патронами. Бомбовое вооружение состоит из 10 осколочных фугасных авиабомб ФАБ-100М, 4 ФАБ-250СВ и 2 ФАБ-500М. Также имеется ракетное вооружение, можно подвешивать 10 неуправляемых авиационных ракет РОС-132. На самолете установлен электросбрасыватель бомб, который позволяет выполнять бомбометание по одной, по две, по четыре бомбы, или выполнять сброс всех бомб в одной серии. Также самолет оборудован за датчиком интервала между сбросом БОП в серии. Для стрельбы подсветными ракетами используется электросбрасыватель, который позволяет осуществлять пуск ракет по одной, по две или по четыре в серии. Для защиты задней полусферы от истребителей противника на самолете установлена верхняя турель с пулеметом ШКАС калибра 7,62 мм на 35 серии и с пулеметом УБ калибра 12,7 мм на 87 серии. Турелью управлял штурман. Чтобы занять его место, нужно нажать клавишу левый Ctrl-C, затем взять пулемет, нажав клавишу T, а чтобы приднуть прицелу, необходимо нажать клавишу левый Shift-T. Мышью вы можете наводить прицел, вести огонь, приближать и удалять зум. Чем больше вы увеличиваете зум, тем плавнее будет движение пулемета, то есть движение замедляется. Чтобы перейти на нижнего стрелка, нужно нажать клавишу левый Ctrl-C. Вы попадете в отсек стрелка-радиста, который может вести огонь с нижнего пулемета УБ калибром 12,7 мм с 200 патронами и переносным пулеметом ШКАС, стреляющим через боковые окна калибром 7,62 мм с 225 патронами. Переключаться между пулеметами можно клавишами левый Shift-C. Переключившись на нужное место для стрельбы, берем пулемет клавишей T, а чтобы перейти к прицелу, нажимаем левый Shift-T. Из этого положения можно также переключаться между пулеметами по часовой стрелке, слева направо, нажимая левый Shift-C. Если вы запутались или вас не устраивает комбинация клавиш, вы можете перейти в настройки вооружения, посмотреть их и выставить нужные вам клавиши. Верхний стрелок на 35 и 87 серии имеют разные зоны обстрела. 35 серия в этом плане уступает 87 серии, на которую можно установить турель с большим поворотом вплоть до 90 градусов и более мощным пулеметом УБ калибром 12,7 мм. Продолжение следует... Предельная скорость пикирования составляет 790 км в час. На P2 есть воздушный тормоз щелевого вида, который предназначен для тормаживания в пикировании при бомбометании. Если вы будете ответственно пикировать на полной тяге 6000 м на цель и выпустите воздушный тормоз, то вы не достигнете критической скорости флаттера. Конечно, вы всегда можете убрать тягу, и скорость еще меньше будет. Но, как вы видите в этом примере, я пикирую с полной тягой и после сброса вывожу самолет без проблем. Даже если потянуть рус на себя сильнее, самолет не получит повреждений. Воздушный тормоз также можно использовать при заходе на посадку для погашения избыточной скорости. Перед вылетом вам нужно сделать настройку самолета. Здесь вы можете выбрать схему окраски самолета, любую. Дальше выбираем топливо. Топливо я вам советую брать не более 50%. Это достаточно много. На этом количестве топлива вы можете пролететь всю карту Сталинграда, и у вас еще останется топливо. Если вам лететь не такое большое расстояние, то, конечно, можно взять вообще 20-30%, не больше. Но, конечно, рассчитывайте на то, если вам пробьют баки, то излишки топлива, конечно, вам не помешают. Но не забывайте, что высоту набирать вы будете намного медленнее, с большим количеством топлива. Дальше выбирайте вооружение. Если вы идете на склады или на какую-нибудь большую цель, то, конечно же, резонно брать большие бомбы. Можно взять 250-ки. Они более универсальные и подходят, в принципе, к любым целям, как к артиллерийским позициям, складам, танковым колоннам, или даже кораблям и другим целям. В общем, 4 сброса по 250. Довольно-таки хорошая загрузка. Можете выбирать ее для любых целей. Десятки. Вы можете брать такое количество бомб для колонн, заходим вдоль колонн, сбрасываем, или для одиночного сброса. Например, когда уже зенитки убрали, можно одиночными сбросами кидать, например, по танкам или по бункерам на артиллерийских позициях. Также можно взять, конечно же, ракеты РОС-132. Ну, конечно, стрелять ими лучше по кораблям, или можно работать по танкам. Ну, конечно, это очень сложно, поэтому, в принципе, только по кораблям. И также можно взять РПК. То есть, РПК это радиополукомпас, который будет показывать вам направление на ваш аэродром. Мы его выберем, возьмем 500, я вам покажу, как он работает. Жмем ОК, применить. Среди не оружия, ну, я беру всегда курсовой, как вы знаете, 500. Дальше, конечно, задержка бомб. Если вы будете кидать с пикирования, с большой высоты, например, когда пикируете на корабль или на склады, то сброс с 1000 метров можно, конечно же, ставить контактный или там по умолчанию. А если вы будете кидать с низкой высоты, то менее 5 секунд не ставьте, так как бомба может не взорваться. То есть, если у вас будет там 1 секунда, там устоятель или вообще 0, то при сбросе на низкой высоте, там на 100 метрах, бомба может просто не взорваться. Все, жмем применить и вылетаем. Так, мы в кабине P2 35 серии. Сразу запускаем двигатели. Пока двигатели запускаются, я вам тут расскажу немного. Значит, смотрите, у нас топливные баки левый и правый, видны хорошо, а центральный вообще, собственно, не видно. Чтобы его посмотреть, нажимаем Ctrl-C и переключаемся на штурмана. Разворачиваемся и очень хорошо видно третий бак, центральный. То есть, без проблем можно его посмотреть. Дальше, у нас есть радиополукомпас, который показывает курс направления на радиомаяк, который находится на ближайшем дружественном аэродроме. Выглядит он вот так вот, смотрите. Вот, видите, белая такая будка с большой антенной. Это и есть радиомаяк. После того, как мы отбомбились, мы можем выставить по центру направление и прийти на ближайший дружественный аэродром. Так, дальше, у нас есть индикатор выпуска закрылок, тоже так скрытый, плохо его видно. Дальше, после того, как у нас двигатели запускаются, сразу же открываем вода и масло-радиаторы. Лучше это делать, конечно, после того, как пропишутся все надписи запуска. Иначе, если вы рано это сделаете, так же, если рано дадите тягу, то значения могут быть не одинаковые. То есть, один радиатор может быть на 40, другой на 50%. Так же и по тяге. Открываем радиаторы. Масло-радиаторы на 87-й серии у нас отсутствует. То есть, в этом месте будут только водорадиаторы. По приборам, надеюсь, вы там все выучили, что я вам там написал на картинках. В принципе, все остальное довольно-таки простое, хорошо доступное. Если плохо видно, то включаем подсветку. Клавиши L. После того, как пешка завелась, мы на 35-й серии должны обязательно облегчить винты. Облегчаем винты с нуля до 100%. Как я вам говорил уже в начале самом, на 87-й серии этого делать не нужно, а вот на 35-й серии это нужно сделать обязательно. Иначе вы просто не сможете взлететь. У вас не будет мощности. Пока винты облегчаются, давайте я вам расскажу по тормозам. На P2 тормоза тактиже, как на всех советских самолетах. В принципе, есть тормозная гашетка, при зажатии которой, если педали стоят в нейтрале, тормозят оба колеса. Если выжимаем правую, вперед выдвигаем правую педаль, то тормозит правое колесо. Соответственно, самолет будет разворачиваться вправо. Если левую, то левое колесо. И самолет будет уходить влево. Все довольно-таки легко и просто. На P2 заднее хвостовое колесо не блокируется, не разблокируется. Так, мы готовы к взлету. Даем левую педаль немного и немного тяги. При рулении пешка давать тягу не более 20-30%. Сильно разгоняться не стоит. Она довольно-таки хорошо рулится. Обдубка хорошая на таких оборотах. Руление происходит довольно-таки легко и просто. Если у вас схватывают, закручивают. Сразу работаем тормозами, педалями соответственно. При выезде на ВПП, внимательно осмотрим. Никто не заходит на посадку. Если все нормально, выкатываемся. Так, мы на ВПП. У нас подвешены бомбы 500. В принципе, можно выпустить закрылки на 20%. 15-20%. Но я никогда этого не делаю. В принципе, я просто выкручиваю примера. На 100%. И все. Даю полную тягу. левую педаль. Разгоняюсь. Выдерживайте направление. Я никогда не поднимаю хвост. Пускай самолет это делает СУСАМ. В принципе, этого никакого значения не имеет. Полосы и так хватает. Полоса заканчивается. Плавно даем ручку на себя. Плавно даем ручку на себя. Отрыв. Сильно вверх не тянем. Убираем шасси. Пускай самолет разгоняется. Шасси будет убираться. И самолет немного будет тянуть вверх. Немного ручку освобиваем. Самолет разгоняется. Набор высоты осуществляем на скорости 240-250 км в час. Вы можете выставить триммер пангажа так, чтобы снять усилия с ручки. Не нужно тянуть ручку на себя постоянно. Просто выставите нужные значения. Именно на тот угол, при котором вы собираетесь набирать высоту. То есть, чем меньше значение, тем угол будет меньше. Тем скорость будет выше. Если вам нужно набрать высоту довольно-таки быстро, то можно это делать на скорости 230 км в час даже. А если цель находится далеко, то я вам советую на скорости 300 км в час делать набор высоты. Вы хорошо наберете высоту. Ну, довольно-таки длинный промежуток времени. Цель далеко. Но вы также быстро до нее дойдете. Потому что скорость у вас будет очень хорошая. Так, мы уже далеко улетели. Давайте развернемся. И будем заходить на посадку. Также не забывайте, что ступень нагнетателя переключаем на высоте 2700 метров на 35-й серии. И на 2300 метров на 87-й серии. Корректором, в принципе, я практически не работал вообще. Ну, можно на высоте, там, наверное, 3000 немного объединить смесь. Но сильно с таких значений я не заметил, что что-то влияло. Так, заходим на посадку. Убираем тягу. Шасси можно сразу выпускать даже на скорости 400 км в час. Если скорость большая, то можно даже выпустить щитки воздушного тормоза. Выпускаем закрылки. Закрылки выпускаем на 100%, чтобы сильно быстро погасить скорость. Видите, сейчас у нас излишки скорости. Сильно ее гасим. Но на посадке закрылки лучше держать на 30-35%. Все, убираем воздушный тормоз. Закрылки выставляем на 30%. 30-35%. Можно давать немного тяги. И плавненько касаемся полосы. Вот, видите, пешечку чуть-чуть у меня наклонило. Так как скорость была уже критическая, непосадочная. Могло перевернуть. Но так как я очень низко шел от земли, то ничего такого не произошло. А если делать выдерживание на большей высоте, то вы могли просто упасть на крыло. Так что выравнивание делайте на метре. 0,8 в метр. Тогда выходить из такой критической ситуации довольно-таки легко и просто. Бомбометание в пикировании может освоить любой новичок быстро, так как больших расчетов и умений не требуется. Давайте рассмотрим такое бомбометание подробнее. Для успешного сброса вам потребуется высота, которую нужно набрать до подхода к цели. Чем выше вы подойдете к цели, тем больше шансов не попасть по стрельбу зениток. Лучше подходить не ниже 3000 метров. Сейчас я покажу вам атаку корабля с 4000 метров, используя бомбовый прицел, в который можно зайти, нажав клавишу В. Мы контролируем цель и выходим на нее, используя визирование бомбового прицеля. Когда цель будет уже рядом, мы выставляем бомбовый прицел на 15 градусов и выходим из визирования, ожидая, когда цель подойдет к перекрестю прицела. Или можно вести цель, используя визирование до 15 градусов. После прохождения цели через горизонтальную линию прицела, мы выходим из бомбового прицела и опускаем нос. Делать это нужно не резко, но и не сильно плавно. После опускания носа выставляем прицел значительно ниже цели и убираем тягу, выставляя шаг на ноль, максимально затяжелив винт. Это даст нам более устойчивое пикирование без колебаний от раскрутки винтов. Если вы атакуете корабль в движении, то, конечно, нужно наводиться на нос корабля. Начинаем наводить прицел, поднимая его вверх, пока цельница пойдет с четвертой верхней риской от центра прицела. Удерживая четвертую риску на цели 1-2 секунды, делаем сброс. Здесь вы должны понимать, что сброс должен производиться строго, без задирания или опускания носа. Нужно четко держать 1-2 секунды четвертую риску на цели, иначе траектория полета бомбы изменится, и вы промахнетесь. Если ваша цель – один-единственный корабль, то можно сбросить две бомбы с малой задержкой. Это увеличит шансы на попадание в цель. Сброс выполняется на высоте 1500-1800 метров. После сброса самолет выводится из пикирования плавным движением ручки на себя с сохранением скорости, которую можно разменять на высоту. Если сброс выполняется с 1000 метров, то можно выпустить воздушный тормоз для облегчения вывода из пикирования. При этом вывод производить более энергично. Такой вид бомбометания также хорошо подходит для атаки полевых складов и аэродромов из-за высокой точности попадания. Но он не может сравниться с горизонтальным бомбометанием, который является максимально безопасным и в то же время точным видом бомбометания. Давайте разберем горизонтальное бомбометание подробно. Сначала познакомимся с бомбовым прицелом, в который можно зайти, нажав клавишу V. На первый взгляд все кажется непонятным и сложным, но это не так. С левой стороны, как вы видите, панель приборов, которая показывает приборную скорость, высоту, направление полета и авиагоризонт. Именно по показаниям этих приборов мы должны ввести данные в бомбовый прицел. Скорость вводим сюда, высоту сюда, а по данным компаса, который показывает стрелочкой направление полета, мы выставляем угол сброса по метеосводке. В метеосводке нам дана скорость ветра на разных высотах, а также указаны данные, откуда дует ветер. Запомните это. Именно откуда дует ветер, а не куда дует ветер. Это важно. Если вы видите, что в метеосводке на 2000 метрах и на 5000 метров разные данные, а вы летите на высоте 3 или 4000 метров, то всегда берется среднее значение. Если будут данные, например, на 2000 метрах 5 метров в секунду ветер, а на 5000 метров 9 метров в секунду, и вы летите на 4000 метров, то нужно задать 8 метров в секунду. Полученные данные нужно ввести в бомбовый прицел. Сюда вводим скорость ветра, полученную из данных метеосводки, а в этот прибор вводим данные, откуда дует ветер по отношению к самолету. Высчитываются эти данные следующим образом. Мы знаем, откуда дует ветер из метеосводки, и знаем наше направление полета. В нашем случае это 300 градусов наш курс, и ветер дует с курса 96. 96 можно округлить до 95. От 95 начинаем ввести отсчет к ближайшей носовой или хвостовой части самолета. В нашем случае это хвостовая часть. Получается 25 градусов сзади справа. Вводим это значение в прибор угол ветра. Чтобы вы все поняли, давайте разберем еще один пример. Смотрим метеосводку. На высоте 5000 метров скорость ветра равна 20 метров в секунду. У нас 6000 метров. Значит, выставляем скорость ветра 20 метров в секунду. Ветер дует с курса 309. Округляем это значение до 310 и находим 310 градусов на компасе. Сразу видно, что 310 градусов находится ближе к хвостовой части, поэтому начинаем отчет именно к ней. Лично я веду отчет, направляя курсор мышки, отсчитывая по 10 градусов, чтобы не ошибиться. Вот так. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75. Получается 75 градусов сзади справа. Или если у вас все нормально с арифметикой, то 310 отнимаем 205, получаем 105 градусов справа. Как вы видите, два разных варианта отчета дают одинаковый результат, поэтому вы можете выбрать какой для вас удобнее. Все. Данные мы ввели в бомбовый прицел и готовы к сбросу. P2 это очень быстрый бомбардировщик, и если вы до этого бомбили только с немецких GU-88 и Henkel 111, то вам нужно будет наводиться на цель намного быстрее. Многие просто не успевают наводиться на цель точно, и в момент сброса прицел находится не на цели, а со смещением. Это происходит из-за ветра, который рассчитывает бомбовый прицел после того, как мы ведем данные по скорости ветра и направлению. В режиме визирования мы видим, что перекрестие прицела точно направлено на цель. Мы правильно приближаемся к цели и готовимся к сбросу. Но после того, как мы выходим из визирования в режим бомбометания, прицел смещается, и можно просто не успеть довернуть на цель и пролететь мимо. Чтобы этого не происходило, и мы не пролетели мимо цели, можно использовать регулятор направления визирования, который смещает прицел влево или вправо. Делать это нужно, когда мы взяли курс на цель. Работает он следующим образом. В режиме визирования мы совмещаем метку визира с меткой сброса. При переключении на режим бомбометания мы видим, как прицел смещается левее или правее. Запоминаем расстояние смещения прицела, заходим обратно в визирование и смещаем в нужную сторону прицел. Затем опять переходим в режим бомбометания и проверяем. Если смещение есть, повторяем, пока не добьемся нужного результата. Перед сбросом всегда проверяйте данные, которые вы ввели в бомбовый прицел. Так как, например, не точно выставленная скорость может привести к промаху. Бомба просто перелетит или не долетит до цели. В момент сброса также нельзя доворачивать. Самолет должен лететь без скольжения, иначе изменится траектория полета бомбы. Старайтесь набирать нужную высоту за 2 квадрата до цели. Этого расстояния вам хватит, чтобы встать точным курсом на цель, набрать нужную скорость и ввести данные в прицел. После сброса разворачивайтесь и берите курс на ближайший аэродром. Не нужно оставаться в прицеле и ждать, когда упадут бомбы, так как вы будете находиться прямо на цели и под плотным зенитным огнем. Пока бомбы летят, вы разворачиваетесь, заходите за нижнего стрелка и смотрите результат сброса. Сейчас давайте я вам покажу, как в действии происходит бомбометание горизонтальное. Вы уже все знаете, как что настраивать, поэтому просто смотрите, запоминайте, как это все происходит быстро в действии. Так, переходим. Давайте посмотрим, что нам надо бомбить. Так, нам нужно разбомбить мост. Переходим в бомбовый прицел. Начинаем выставлять данные. Так, скорость, значит, 350 выставляем. 350, высота 5000 метров. Идем в метеосводку. На 5000 метров скорость на 7 метров в секунду. 7 метров в секунду. Ветер дует с курса 286. Округляем до 285. Идем на компас. Ищем 285. Вот 285. И начинаем отсчет. 10, 20, 30, 45. 10, 20, 30, 45. 45 спереди справа. Выставляем 45 спереди справа. Так, скорость у нас прибавилась. Скорость прибавилась. Скорость прибавилась. 350, все нормально. Все, бомбовый прицел настал. Переходим в визирование. Метеосводку закрываем. Выставляем метку визирование с меткой сброса. Так, скорость чуть упала. Сейчас я ее прибавлю до 350. Так, значит, метку выставляем. Метку визирование с меткой сброса, чтобы немного скорректировать прицел. Перекрестие. Значит, переходим в режим бомбовометания. И видим, что несовпадение небольшое, да? Так, получается, она лезет. Левее. Все, теперь все ровно стоит. Видите? Все, все нормально. Так, скорость у нас 350. Все, теперь можно в режиме визирования прицел уводить вперед и искать цель. Так, вот у нас аэродром. Так, вот аэродром мы пролетаем. Нет, вот этот мы пролетаем на аэродром. Впереди еще аэродром, за ним городок есть. Так, вот еще один аэродром. Вот он, город. Нам нужно большой город. Пока его еще не видно. Так, вот он появляется. Так, я увеличу немного скорость, чтобы быстрее это все происходило. Так, вот он, город появился. Так, мост. Нам нужно разбомбить мост. Тут много мостов. Так, нам нужен самый дальний мост. Да, получается, раз, два, три, четыре. Четвертый мост. Самый дальний. Так, как бы его найти-то? Да, зимой, конечно, мосты бомбить сложнее. Реки плохо видно. Можно сказать, вообще не видно. Так, ну давайте поближе подлетим. Так будет виднее потом. Реку вообще, видите, не видно. То есть, город сам виден хорошо зимой. Города бомбить хорошо, склады бомбить хорошо. А вот мосты бомбить не очень, потому что саму реку издалека плохо видно. И наводиться придется сейчас в самый последний момент. Если будет какое-то смещение у нас. Так. Непонятно, где у нас мост самый дальний. Так, вот развилка реки. Вот она, мост у нас где-то здесь. Вот он, вот этот вот мост, наверное. Вот этот мост нам надо бомбить. Вот он. Вот мост есть. Да, вот он, наш мост. Перед, видите, река расходится, и перед ней мост. Вот он. Переходим в бомбовый прицел. Чуть-чуть правее надо взять. Вот он, наш мост. И сейчас будем делать сброс. Раз, два. Сброс сделал. Сразу разворачиваемся на 180 градусов. Встаем на авиа-горизонт. Переключаемся на нижнего стрелка. Нажимаем клавишу T. Shift-T. Берем URL и смотрим, куда мы попали. Вот он, наш мост. Есть. Прямо четко в мост мы попали. Точное попадание у нас было. Задание выполнено. Вот так вот происходит бомбометание. Конечно, все нужно делать очень быстро. Особенно, когда есть облака, что-то мешается. На Пе-2 скорость высокая. Нужно быстрее все это делать. Но с практикой, конечно, вы наберетесь достаточно опыта. И у вас все должно получаться, в принципе, без проблем. Для атаки кораблей очень хорошо подходят реактивные снаряды. Три ракеты могут уничтожить один корабль. Пе-2 берет 10 ракет. Значит, мы можем уничтожить три корабля. Нажав клавишу Win Air, можно выбрать нужное количество ракет для залпа. Если стрелять по одной ракете, то первая ракета уходит с левого крыла, вторая с правого. И так можно сделать 6 выстрелов. Когда остается 4 ракеты, то есть по 2 на каждом крыле, выстрел производится сразу двумя ракетами, а не одной. Имейте это в виду. Сложность стрельбы ракетами заключается в том, что ракеты летят не по прицелу, и нельзя выстрелить сведение. Но так как корабль – это большая цель, в него можно попадать довольно-таки успешно. Для этого нужно стрелять по верхней второй риске на прицеле, как вы видите в этом видео. При повреждении двигателя нужно выбрать поврежденный двигатель клавишей Shift плюс 1, убрать тягу и шаг винта до 50-60%, также закрыть радиатор до 5%, чтобы как можно дольше пролететь с поврежденным двигателем. Если двигатель остановится, то самый лучший вариант для удержания самолета – это крен с небольшим скольжением в сторону работающего двигателя. На одном двигателе P2 летит уверенно. Если есть скорость 300 км в час, то нужно встать на курс до филда и включить авиагоризонт, нажав клавишу Shift плюс А. Автомат будет удерживать нужное положение и скорость. Больше практикуйтесь, и у вас будет очень все хорошо получаться. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока.